Внимание! Теперь на канале Дюшес вы сами решаете, когда выйдет следующий видеоролик. Хотите ролики через день? Пожалуйста! Хотите ролики каждый день? Без проблем! Всё зависит от ваших лайков. Если за 24 часа под этим роликом наберётся 100 тысяч лайков, то завтра мы опубликуем новый видеоролик. За всё время существования канала мы сняли кучу крутых, масштабных и очень интересных экспериментов. И если ты до сих пор не подписан, самое время сделать это прямо сейчас. А когда на канале наберётся 3,5 миллиона подписчиков, мы с командой полетим в Африку, чтобы снять выживание в настоящей пустыне. И ещё несколько крутых роликов. Кнопочка подписаться находится прямо под этим видеороликом, и я думаю, вы знаете, что нужно сделать. Всем привет, ребята! Примерно в 2018 году на Ютубе был очень популярный эксперимент с растворителем и пенопластом. Если вдруг кто-то его не видел, или кто вообще не понимает, о чём идёт речь, специально для вас показываю. В обыкновенный стеклянный стакан мы с вами наливаем растворитель. После чего берём обыкновенный пенопласт. И начинает происходить настоящая магия. Пенопласт растворяется. Весь пенопласт, который я пустил в этот стакан, полностью исчез. Он растворился. Таких роликов на Ютубе сейчас очень-очень много. Но мы с ребятами на основании этого эксперимента придумали кое-что уникальное. Вата! Точнее аппарат для приготовления сахарной ваты. Сейчас я вам наглядно покажу, что сегодняшний эксперимент будет не хуже, а я бы сказал даже лучше, чем эксперимент с растворителем и пенопластом. Засыпаем сахар. И включаем. Берём стакан с водой. Вату. И опускаем это всё в воду. Это было практически мгновенно. Мне этот эффект намного больше нравится. Найти ответ на вопрос в интернете, сколько пенопласта растворится в растворителе, я думаю, вы сможете. А вот найти ответ на вопрос, сколько сахарной ваты растворится в воде. Сегодня мы с пацанами на него ответим. Так, давайте я вам поподробнее расскажу, что же сегодня будет здесь происходить. У нас есть вот такой вот аквариум объёмом 10 литров. Мы решили взять 10 литров, потому что брать литр слишком мало, брать сотню, фиг его знает сколько. Вот сколько сахара растворится в этом объёме. Как вы думаете? Я не знаю, даже приблизительно. Для начала мы купили 30 килограмм сахара, но мне кажется, что этого не хватит и придётся докупать ещё. Также мы купили 3 аппарата для приготовления сахарной ваты, для того, чтобы процесс был быстрее. Просто сколько понадобится, правда, мы не знаем вообще. Но для того, чтобы понимать, сколько сахарной ваты влезает в этот аквариум, мы с ребятами сделали вот такой вот куб. Это 1 кубический метр. И вот при помощи этой штуки мы будем измерять количество сахарной ваты. Честно сказать, мне максимально не верится, что такой гигантский куб ваты может влезть вот в этот в аквариум. Работы у нас сегодня достаточно. Так, ну что, пацаны, приступаем к нашему эксперименту. Чтобы это всё не выглядело прям монотонно, типа просто вот мы делаем, 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 предлагаю провести первый эксперимент. Как вы думаете, сколько сахарной ваты получится с 1 килограмма сахара? Я думаю, что много. Мне кажется, не 1 куб, ну штуки 3, наверное, но типа там же чуть-чуть засыпаешь вот мерная ложечка всего-то, и получается гигантское вот такое облако. Высыпаем наш килограмм сахара в одну тару. Мерной ложечки добавляем. Раз, два. По-моему, это красиво. Отлично. Вы видели, наверное, какое было у меня дикое убожество по сравнению с пацанами. С 6 ложек сахара мы имеем вот столько сахарной ваты. Скидываем всю общую кучу. Не густо. Ну, продолжаем. Последняя вата. Закидываем. Получается 1 треть кубаса. Ну, слушай, вот так вот если посмотреть, это много, конечно. С 1 килограмма типа это много, но я думал, типа еще больше будет. Но даже сейчас вот я смотрю, мне слабо верится, что вот это все влезет в аквариум. Только посмотрите, там мало воды, 10 литров всего, и типа столько ваты, ну что-то фиг знает. Давай добьем, короче, до 1 куба и будем пробовать топить уже. Пожелать нам удачи. Погнали. Один трюк. О, вот ты где. А, ну понятно. Играешь в League of Legends? Нет. Смотрю Аркейн. Смотришь что? Аркейн. Это новый анимационный сериал от Riot Games. И, кстати, он основан на игровой вселенной League of Legends. Прямо сейчас 9,2 на кинопоиске. Сериал даже попал в топ-5 сайта. Прикольно. А о чем сериал? Да сам кайфуй. Если кратко и без спойлеров. Главный герой сериала две сестры Вай и Джинкс. А основные действия происходят на границе между двумя городами. Мрачным, полным криминалозауном. И богатым пилтовером. Хрупкое равновесие разрушает изобретение хэкстека, технологии. С помощью которой любой может контролировать магическую энергию. Блин, обязательно посмотрю. Мне уже нравится визуал. Очень крутая прорисовка и цвета. А если захочешь продлить себе удовольствие от сериала, советую еще поиграть в игры от Riot. League of Legends для ПК. И Wild Rift для мобилок. В которых есть крутые персонажи, облики и другой контент в тематике сериала. Valorant тоже оцени. Это очень стильный шутер, прям как сериал. Как раз новый агент вышел. Кстати, чуть не забыл. В League of Legends вообще образно героев сериала Джинкс, Вай, Кейтлин и Джейса до 9 декабря можно получить бесплатно. В общем, дико рекомендую всем. Поэтому в описании оставлю ссылку на этот безумно крутой сериал и игры. Теперь вы знаете, чем заняться на выходных и по вечерам. Но мы продолжаем делать видос. Так, ну что, ребята, продолжаем. Подождите. Получается, это 2 килограмма сахара. Половина купает 2 килограмма сахара. Да кого? Какого черта? Да уж. Но сахара нам явно не хватит. Берем еще один килограммчик и приступаем к работе. Знаете, ребята, мне такое ощущение, что к концу ролика мы с пацанами получим дополнительную профессию. Закатывальщик сахарной ваты или как правильно эта штука называется. Короче, первые разы у нас были очень ужасные, очень плохие, особенно у меня. Огромные сомнения по поводу того, сколько нужно сахара. С одной стороны, мне кажется, что этот куб не влетит в аквариум. С другой стороны, пацаны меня убеждают, что придется сделать еще не один десяток таких кубов. И от этого становится очень-очень страшно. Ребят, напишите в комментариях, в каком возрасте вы узнали, что сахарная вата делается просто из сахара. Вата иногда липнет к голове, к лицу, в глаза, в нос, везде. Она, в принципе, здесь по ангару летает. Больше пяти кубов, я думаю, аквариум растопить не сможет. Хотя, фиг его знает. Мы это увидим потом. Поздравляем всех, дорогие товарищи, мы сделали один кубический метр сахарной ваты. Конечно, здесь есть кое-где небольшие пустоты, но вата под собственным весом начинает помаленьку прессоваться. Я уверен, что здесь есть один кубический метр, сто процентов. Давайте попробуем его запихать вот сюда. А, она ничего не весит даже. Весе он не прибавил вообще ничего. Я хотел сказать, давайте втроем перетащим. Я готов. Берем первый кусочек ваты. Самый красивый. Моментум! Видели, оно вниз так? Нифига, осадок какой холодный. А, слушай, нормально, да. Сахар, получается, не прям исчезает. Опускаем. Господи, на это можно смотреть бесконечно. Это настолько магически выглядит. Оп! Может, побольше положишь? Вау. Вау! Без разницы! Слушай, кстати, а если спрессованный кусок прям положить? Возможно, он будет дольше растворяться. Да, он как снег, этот кусочек снега. Смотри, сколько осадка с него выпало. Закидываем еще один снежок. Красиво. Исчез. Ну что, я думаю, надо ускоряться, потому что очень много работы. Очень много. По сути, вода должна превратиться в сироп и перестать растворять в себе сахар. Потому что его там будет уже слишком много. Высер! Ну это прям сироп напоминает, реально, как карамель, знаешь, такая вот прям вот. На дне какие-то кусочки прям. Серьезно? Я впервые такое вижу. Это вата? Что это я не понимаю? В воде ничего не было. Мне кажется, мы с вами сделали круговорот. Из твердого сахара мы получаем сахарную вату, растворяем ее в жидкое состояние. И концентрация на дне настолько жесткая, что это опять превращается в сахар. Вот смотрите, ребят, беру палочкой, тыкаю в дно, поднимаю эту палочку, и за мной тянется карамель. Видите? Погоди, серьезно? Да. Вот прям кусочки, сверху очень хорошо стало видно все. Так, ну, погнали, короче. Погнали. Ребят, я уже настолько натренировался делать сахарную вату, что могу сделать даже вот так. Мне не нужно стоять около аппарата, я могу наматывать вату где захочу. Ну а я... Это выглядит максимально, что вероятно. Стопэ. Так, ну что, ребят, второй куб. Уже два куба сахарной ваты. Не знаю, как на камере, но вживую это реально очень много. Берем кусочек ваты, опускаем. По-моему, ты медленнее стала. Да, это медленнее. Замедлился процесс очень сильно. Ребят, чтобы вы понимали, все это мы делаем... Сколько часов? Шесть. Я думал, будет часа два с половиной на весь вот этот сахар. Но вы только посмотрите. Его осталось и еще куча. Ребят, пожалуйста, поставьте как можно больше лайков под этим роликом. Потому что делать дебильные эксперименты тяжело порой. Очень тяжело. А когда встать много лайков, поднимается настроение и хочется делать еще и еще. О, трамбуем! Я так надеялся, что оно остановится, знаете, я не буду впитывать. Горло, оно запечатывается от сладости. Прям вот так вот. И не только горло. Пацаны, не хочу об этом говорить. Нам нужно дальше наполнять. Да! Вперед! Третий вонючий долбанный куб с ватой. Он явно не последний. Нет, подожди, подожди. Три куба. Чувак, это 18 килограмм сахара. 18 килограмм сахара. Давайте пробовать растворять. О, на. Подождите. С каждым разом, с каждым кубом еще медленнее. Сейчас на своих экранах увидите то, как растворялся самый первый кусочек ваты. И то, как растворялась вата сейчас. Я думаю, что разница сверхочевидна. Слушай, ну оно реально медленнее. Намного причем медленнее. Пацаны, давайте, знаете что, сделаем какое-нибудь соревнование и будет стаканчик надо будет выпить. Сахар в крови. Вау! Сладкое наказание, но при этом суперпротивное. Ё-моё! Мы сейчас поместили третий куб в наш аквариум. Все растворилось. Но посмотрите, что происходит сбоку. Это крупинки сахара. Они не растворяются вообще. Прям сиропчик знатный просто. Кстати, вы заметили, как вода выросла типа по объему? У нас было вот так вот. Примерно. Но мы обязательно это все замерим. Узнаем, сколько здесь объем жидкости. Это невероятно. Так. Нужно прям хорошо размешать. Ё-ха! Вы видели? Подожди, подожди. Давайте вытащим сейчас. Просто посмотрим. Что это такое? Это сахар. Это... Это сахар. Уже тошнит от сахара, честно. Уже плохо. Причем обратите внимание на то, какая стала жидкость. Вот смотрите, сейчас я буду поливать. Она вязкая очень. Мне кажется, что нужен еще один куб. По факту, вот если так смотреть, 3 куба помещаются в аквариум. Правильно? Несмотря на то, что сахар на вату растворяется, по факту она не растворяется. Она просто исчезает. Но вот просто гигантский осадок в виде сахара. Мы это все перемешиваем, и он не растворяется. Куски сахара плавают. В 10 литров мы уместили 18 килограмм. Я думаю, стоит добить один куб. Погнали, пацаны. Четвертый куб. Ваты. Вверх. Ради справочки. Показываю время. 22.05. Начали мы в 2. 8 часов на вату. Самое тупое, что я делаю в своей жизни. Профессиональные ватакаты. Получается. Так, ну что, давайте посмотрим, как влезет этот куб в наш аквариум. Ну что, момент истины. О, господи, Ваня, сколько ты взял. Подержи-ка, по чуть-чуть будем, по чуть-чуть. Сюда, как говорится, сюда. Она уже туго идет. Она все, это, короче, финал. Финитоля комедия. Самое главное, понимаете, изначально мы таки думаем, будем вот именно делать так, чтобы прямо ты вату кладешь, и оно не растворяется. Но это невозможно, потому что вата при любом взаимодействии влаги исчезает. Давайте сейчас добьем, сколько сможем, и я вам все объясню и покажу. Куски сахара просто падают вниз. Сахарная вата, она просто переходит в сахар обратно, и все. Она разрушает вот эти вот воросинки, типа вот эту паутинку, и превращается опять в сахар. Все? Что, все? Ну она просто, она распадается на сахар, и все. То есть, погоди, ты ее топишь, и она не тонет? Но она тает, в любом случае, потому что есть жидкость. Ребят, если взять даже мед, типа супер густой мед, и поместить в него вату, она все равно распадется. Но она распадется на сахар. То есть добиться прямо такого, что вы кладете в жидкость вату, и она просто не тонет и не растворяется, этого невозможно. Вообще, да, Максу, это невозможно? Я думаю, нет. Я вот подтыкаю. Предлагаю хорошенечко это все перемешать. Йооооо. Куски прям всплывают. Эта штука отдаленно начала пахнуть медом. Реально? Реально медом пахнет? Посмотрите, насколько вязкая жидкость. Ну-ка. Если думать о меде Будет мед Правда? Подумай о меде По консистенции Это действительно похоже на Очень жидкий мед такой По итогу, ребят, могу сказать, что у нас получилось добиться Того, чтобы сахар перестал Растворяться в жидкости То есть он из сахарной ваты Превращается обратно в сахар Нет смысла больше добавлять туда вату Потому что просто будет так же выпадать Осадок, то есть будет просто копиться сахар И все Вот здесь особенно видно, что сахар кристаллизуется Обратно в сахар Ничего больше не произойдет Знаете что? Вот я сожалею о том, чтобы мы не сделали мерку О том, сколько воды было и сколько стало Предлагаю померить, вычерпаем, да и все Определим, какой вот у нас объем сейчас Окей Так Один литр О, смотри, реально мед Слышите по звуку, да, как это идет? Так Второй литр Третий литр Четыре Пять Шестой Где звук? Бесшумно Седьмой Восьмой Девятый Десятый Десять литров Вот столько воды изначально было Десять литров А вот это Это все сахар Ну, условно говоря, как бы если так вот прям все разделять То есть, ну типа это сахар Хотя это все сахар Ну, я думаю, вы поняли, короче, про что я говорю Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать Что? Восемнадцать? Казалось бы Шок Шок Все Получается Восемнадцать Ну, где-то сто пятьдесят Вы только посмотрите, какой осадок То есть, реально, ну, сахар Вот здесь все просто в сахаре Прям, ну, реально, дикий осадок Получается, что изначально было десять литров воды А стало восемнадцать Ну, восемнадцать двести пусть будет Восемь литров двести грамм Это все занял сахар А сладкой ватой мы потратили аж четыре куба Это получается Двадцать четыре килограмма сахара Вот и как Вот это как То, что он растворялся И в момент, когда он перестал растворяться в воде Он начал добавлять объем У меня такая теория Короче, ребят, мы не физики Мы не инженеры Мы не профессионалы Мы просто ребята, которые любят делать эксперименты Которые проверяют все вот по факту наглядно Чтобы сразу было понятно, что к чему И я надеюсь, вам понравился этот эксперимент Не забывайте подписываться на канал Ставить лайк Спасибо больше за просмотр Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok